Кого накажут за аварию с ребенком, будет решать ГИБДД. В селе Алха Шелиховского района водитель сбил семиклассницу, которая неожиданно выбежала на дорогу. Школьнице потребовалась помощь врачей. С приходом тепла на дорогах появились немало детей, взрослых на велосипедах и самокатах. Но далеко не все из них знают, как правильно передвигаться на таком транспорте по городу. В тонкостях правил разбиралась Дарья Эйвазова. Чем жарче за окном, тем больше на улицах Иркутска альтернативного транспорта. Самые популярные – велосипеды и электросамокаты, вошедшие в моду совсем недавно. Только вот далеко не все водители такого транспорта перед поездкой знакомятся с правилами дорожного движения. Как правила движения на самокатчик, вы знаете? Никаких. Честно. Видео с велосипедистами или самокатчиками, которые не в курсе ПДД, то и дело всплывают в интернете. И порой такие нарушения приводят к печальным последствиям. С начала года на территории Иркутской области зарегистрировано уже 13 таких дорожно-транспортных происшествий, в которых 2 человека погибли и 11 получили травмы различной степени тяжести. Из 11 человек 8 человек несовершеннолетние. В большинстве своем виновниками ДТП становятся водители велосипедов и лица, управляющие электросамокатами. Так какие же правила есть для такого транспорта? Для начала разберемся, где и кому можно ездить. Например, велосипедисты в первую очередь должны ехать по специальным велодорожкам. Но есть они не везде. Поэтому правилами предусмотрен альтернативный вариант. По дороге с крайней правой стороны, не дальше метра от линии разметки двигаться велосипедисту. Обязательно каска и фонарик в ночное время. Светоотражающие элементы. А вот электросамокаты бывают двух видов. Если транспорт мощнее 250 киловатт, то он приравнивается к мопеду. И водитель должен иметь права и ездить по дороге. Но обычно на улицах Иркутска встречаются самокаты мощностью до 250 киловатт. Неофициально их называют средством индивидуальной мобильности. Ездить они должны по тротуарам, но с ограничением скорости. До 25 километров в час. Именно такие самокаты сдаются в аренду. Нарушителей компании стараются блокировать. Многие родители дают свои аккаунты детям. И они, ну сейчас лето, пора летних каникул, начинают кататься прямо массой. Мы блокируем эти аккаунты. Также, когда у нас катаются пользователи по двое человек, проезд по проезжей части у нас тоже запрещен. Другое дело, что при желании нарушители могут обойти блокировку, создав новый аккаунт. А вот если нарушителя на велосипеде, электросамокате, моноколесе или любом другом транспорте заметит ГИБДД, то он может получить штраф от 800 рублей. Например, за неправильный переход дороги. Так что перед поездками иркутянам стоит все же познакомиться с правилами дорожного движения. Дарья Ивазова, Василий Заводский. Новости по будням.